Это не просто порошок, а настоящая растишка для ракообразных. Рачки Артемии, пожалуй, самый востребованный корм для рыб. Его используют на рыбозаводах, фермах. Препарат, который ускоряет рост рачков Артемии, разработали в этих стенах. Центр Промбиотех на базе Алтайского госуниверситета. Пробиотик в несколько раз ускоряет процесс линьки, то есть взросления. Препарат уже был испытан на производстве в Яровом, а также на частной креветочной ферме в Казахстане и показал хороший результат. Впереди регистрация препарата. В России аналогов именно препаратов для аквакультуры не так много. То есть из литературы и на рынке их, во-первых, мало, во-вторых, разработки в литературе есть, а на рынке, допустим, в наших условиях, в условиях Алтайского края, практически вообще не встречается. А это еще одна разработка ученых центра. Препарат стимулирует рост растений, помогает усваивать микроэлементы и борется с некоторыми болезнями. В прошлом году его уже начали тестировать на полях Олейска. Испытания проводились на подсолнечнике, рапсе, гречихе. Также ученые не исключают, что биологическая добавка может защитить растения от колорадского жука. И да, важно, что это именно биологическая добавка. Сейчас больше используется химия, потому что она является более эффективной. Но помимо того, что она убивает какие-то патогены для растений микроорганизма, она вредна и нам. То есть это ухудшает почву, это ухудшает качество растений. Они могут быть в итоге после этого токсичны даже для людей. И для животных, которые после будут ее в качестве форма, например, использовать. Сегодня биологизация сельского хозяйства обсуждается на уровне страны. Не только брать, но и возвращать. Уже больше 10 лет Аграрный университет занимается проблемами утилизации навоза и птичьего помета в регионе. В ВУЗе говорят, это просто кладезь – природное удобрение, которое содержит все нужные растению, человеку, вещества. Нами разработаны технологии. На примере молодежной птицефабрики, это Первомайский район, где проект разработан, получение вот этих органоминеральных удобрений. Более того, мы три года изучали их эффективность. Под картофель, под пшеницу, под овес, под кукурузу на зерно, под кукурузу на силу. По подсчетам Аграрного университета, ежегодно в крае накапливается около 7 миллионов тонн навоза и помета. А ведь все это добро могло пойти в дело. Например, если на базе тех же птицефабрик производить удобрения. И именно сейчас, как считают в УЗИ, в такое непростое время, эту разработку края нужно взять на вооружение. Нация, которая не думает о повышении плодородия почвы, а только разбазаривает. То есть выращиваем, выращиваем, не внося, не возвращая то, что забирается. Она практически рассчитана на вымирание. И только та нация, которая думает о повышении плодородия, она будет процветать и развиваться. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, Вадим Быстревский. День с толком.